Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Решение владеть биткоином сегодня в будущем ты будешь называть лучшим в своей жизни. В этом выпуске я расскажу тебе, почему я до сих пор верю в то, что биткоин будет лучшим активом десятилетий. Я покажу тебе кое-что, что снесет тебе башню. Также мы попробуем найти ответ на вопрос, а начинается ли медвежий рынок прямо сейчас. Все это и многое другое обсудим сегодня, но перед началом видео хочу рассказать о его спонсоре. А спонсор этого видео твой лайк. Не забудь его поставить. Меня это мотивирует на создание нового контента, а каналу помогает расти. Мы стремительно приближаемся к отметке в 200 тысяч подписчиков. Я о 100 тысячах за 4 года даже не мечтал. Тут такое. Спасибо. Не забудь, кстати, подписаться, если еще не подписан. Здесь мы говорим о криптовалюте каждый день. Итак, начнем с главного вопроса. Находится ли криптовалюта сейчас в медвежьем рынке? И с каждого угла сейчас кричат об этом. Бычий рынок закончен. Теперь мы переходим в затяжной, изнурительный, падающий рынок. Вот что пишут и говорят. Биткоин и эфир – это два главных двигателя крипторынка. Их падение тянет ко дну все остальное. И таким образом рынок похудел на триллион долларов. Даже чуть-чуть больше. Мой ответ на вопрос, является ли это началом медвежьего рынка, будет состоять из нескольких пунктов. Первый. Пики криптовалютных рынков выглядят совершенно не так, как это. Пики обычно обозначаются резко. Как вот здесь. Или как вот здесь, например. Еще раз просто сравни, как это было в прошлые разы, когда бычьи рынки действительно достигали своих пиков и как это сейчас. Абсолютно разные формы. Вот эта ситуация сейчас больше похожа на 2019 год, когда тоже произошла массивная коррекция, но после нее никакой медвежий рынок не наступил. Кстати говоря, коррекция тогда произошла на 63%. Сейчас она составляет 53%. Второй пункт касается рыночных циклов 2017, 2014 и 2021 года. Альткоин Дэйли у себя в твиттере опубликовал этот твит, в котором написал «Это происходит в каждом цикле. Финальная вытряска перед очередным взлетом. Этот цикл намного масштабнее, чем когда-либо». И действительно, мы видели множество коррекций во время прошлого цикла, но, как правильно заметили люди, они не превышали 40%. В то время как сегодняшняя коррекция превысила 53%. И почему-то все говорят о том, что такого никогда не случалось раньше на бычьих рынках. На самом деле случалось. Вчера, когда мы говорили о модели Stock-to-Flow Ratio, я предположил, что в этом буллране может быть две вершины точно так же, как в 2014 году. Что ж, вот буллран 2014. Мы очень быстро взлетели. И поэтому биткоин встретился с массивнейшей коррекцией, которая составляла 83%. 83, ребята, даже не 53. После чего бычий рынок продолжился, пока не оседлал новый исторический пик. С момента просадки после этой коррекции биткоин вырос на еще 2500%. То есть в истории биткоина на его растущем рынке, это очень важно, на растущем рынке, случались коррекции больше, чем 50%. 83%, ребята. Просто ради интереса. Если биткоин сейчас повторит все эти движения, упадет на 83%, его цена будет составлять 10,5 тысяч долларов. И если судить по аналогии с 2014, после такой коррекции должен произойти рост на 2500%, который приведет биткоин к цене в 275 тысяч долларов. Вот что может произойти с биткоином потенциально, если он будет повторять движение растущего рынка 2014 года. А он, кстати, сейчас очень сильно похож на тот цикл 2014. В любом случае, исходя из всех этих соображений, я могу сказать только одно, что это еще не конец бычьего рынка, по аналогии с 2014. Но я не думаю, что биткоин вообще может упасть до таких отметок, но в любом случае нужно быть к этому готовым. Теперь я хочу напомнить тебе, ведь ты наверняка забыл, читая все эти негативные статьи и комментарии о том, зачем ты держишь биткоин. Я хочу напомнить тебе, почему ты это делаешь. Какова вообще альтернатива к криптовалюте? Если ты не инвестируешь в биткоин или альткоины, которые меняют мир прямо сейчас, то что ты собираешься делать? Какой твой план? Ты планируешь копить традиционные бумажные фиатные деньги? Это то, что ты хочешь, правда? Если тебя пугает 53% коррекция биткоина, то почему тебя не пугает то, что фиатные деньги созданы для того, чтобы ты становился беднее? Это визуализация покупательной способности доллара США, но на самом деле, неважно какая это валюта, рубль, гривна, фунт стерлингов, доллар, да что угодно, нет разницы. Никакой роли это не играет. Все эти валюты теряют в покупательной способности. Хранить свои сбережения в бумажных деньгах все равно, что каждый день сжигать часть из них в камине. Какая альтернатива? Покупать недвижимость, фондовый рынок или же держать биткоин, актив, который показал себя лучше всех в этом десятилетии? Почему же? Да потому что его природа дефляционна. Он становится только дефицитнее из года в год. 100 долларов в 1913 году сегодня равняется едва ли 4. Ты можешь купить все меньше и меньше за свои деньги, если ты хранишь их в бумаге. Почему же люди так сильно хотят копить именно в бумажных деньгах? Я этого не понимаю. У меня фиатных денег только на жизнь. Купить поесть, оплатить коммуналку, купить бензин. Ну и конечно же у меня есть доллары, чтобы покупать падающие рынки. Поэтому все мои родственники удивляются, а почему я постоянно говорю им, что у меня нет денег? А у меня реально нет денег. Кроме этого, посмотри на следующий график. Он отображает то, что за последнее время денег напечатано так много, как никогда за последние 100 лет. Даже во время Второй мировой их было напечатано меньше. Вот этот пик, сравни его с этим. Ты просто вдумайся в это больше, чем во время самого масштабного конфликта в истории человечества. Это поражает сознание. И это ускоряет обесценивание денег. Вот почему они все так засуетились своими цифровыми валютами. Они тоже знают, куда все идет. Но вам не скажут. Вам скажут, нет, 2% инфляции годовых. Хм, смешно. А теперь посмотри на еще одну визуализацию, которую я хочу, чтобы ты увидел. Она показывает нам циркуляцию монет биткоина. Мы видим здесь, где все эти монеты находятся и сколько еще осталось намайнить, то есть добыть. На биржах 2,4 миллиона биткоинов. Это люди, которые холдят биткоины или торгуют ими. 1,7 миллиона биткоинов потеряны навсегда. 656 тысяч биткоинов находятся в биткоинтрасте Грейскейл. Это институционалы, которые накапливают биткоины. Далее указано, сколько биткоинов есть у той или иной компании. Это не столь важно. Все эти розовые квадратики обозначают, сколько биткоинов накоплено на различных кошельках. ПК, ноутбуки, холодные кошельки, телефоны, онлайн кошельки и так далее. И, наконец, вот сколько осталось биткоинов для того, чтобы их намайнить. 2 миллиона 286 тысяч 300 биткоинов. Все, больше не будет. Вот это все, что есть. Для того, чтобы добыть последний биткоин, понадобятся сотни лет. Но это не отменяет факта. Биткоин будет становиться все более дефицитным. Чтобы добыть больше золота, люди начинают наращивать активность его добычи. В случае с биткоином это не работает, ведь его сеть подстраивается под количество добывающих майнеров. Сложность добычи динамична. Нельзя добыть больше биткоинов, чем положено. Никак и никогда все это будет приводить к дефициту биткоина и к росту его ценности в будущем. В отличие от фиатных денег, чья ценность в будущем будет только лишь падать. В 2011 году Холл Финни сказал, каждый прожитый день добавляет ценности биткоину. Увеличивает вероятность его успеха. Оправдывает рост его цены. Это, ребята, называется эффект Линди. Короче, чем дольше существовал актив, тем больше шансов на продолжение его существования. Потому что инвесторы начинают доверять этому активу больше. Благодаря этому эффекту биткоин с каждым новым годом становится крепче и надежнее. Мы видим это хотя бы потому, что два года назад институционалы хоронили биткоин. А уже в этом году массово его покупают. Это идеальное доказательство эффекта Линди для биткоина. Помплиано пишет у себя в твиттере. Анчейн информация показывает, что новенькие инвесторы в биткоин массово продают свои монеты людям, которые находятся на рынке уже множество лет. Это переход биткоинов из слабых, спекулятивных рук в сильные и долгосрочные. Да, новички сейчас в ужасе сливают и фиксируют убытки. Почитай комментарии в твиттере, на ютубе, в инстаграме, телеграме, да где угодно. Комментарии настолько чудовищно отображают все настроение на рынке, которое настолько плохое, будто все уже и забыли, что в прошлом году даже 30 тысяч долларов за биткоин казались фантастикой. Никто не верил, что биткоин вырастет хотя бы до 20 тысяч, как в 2017. Индекс страха и жадности установил годовой минимум, так как на рынке присутствует экстремальный страх. Действительно, посмотри, где мы находимся. Мы в самой нижней точке за последние 12 месяцев. Так почему же я спокоен? Если все напуганы, то это не означает, что я должен быть напуган. Как я могу быть так спокоен насчет своих биткоинов? Как я могу быть в них уверен? Все очень просто. Я до сих пор уверен в фундаменталах биткоина. И это дает мне возможность абсолютно не реагировать на движение цены, на запрет майнингов в Китае. Или еще какие-то новости, что Илону Маску там что-то не понравилось. Меня это мало колышет. Я уверен в том, во что инвестирую. Об этом у меня, кстати, есть целое видео. Если ты его не видел, ссылку на него оставлю в описании. Что ж, я хочу поделиться с тобой контраргументом всему этому паническому безобразию, который транслируется под китайским флагом. Если Китай действительно запретит майнинг биткоинов, это повлияет на него негативно, безусловно. Но на краткосрочной перспективе. На длинной дистанции это будет просто отличные новости для первой криптовалюты. Есть три очень позитивных момента для биткоина после запрета майнинга биткоина в Китае. Ник Картер говорит, что мы входим в самый критический период в истории биткоина, начиная с 2017 года. Но добавляет, что запрет майнинга биткоина в Китае это очень хорошо для биткоина. И он просто счастлив этим фактом. Давай послушаем, что он скажет. 584 тысячи просмотров. Неплохо. Срочное включение. Китай потенциально запретит майнинг биткоина. Что это значит? Сегодня вышел отчет, что Китай может стать агрессивнее в отношении майнеров. Это не сюрприз. Это продолжение того, что уже было. Майнинг уже был запрещен в провинции Внутренняя Монголия. Это плохо или хорошо? Я на самом деле очень-очень рад, что это происходит. Прежде всего, это уменьшает возможности Китая влиять на биткоин. Ведь есть опасения, что Китай может использовать майнинговые мощности, чтобы провести атаку на сеть биткоина. Это не было стопроцентной вероятностью, но теперь, когда они начинают запрещать майнинг в своей стране, их шансы влиять на сеть биткоина все ниже. Во-вторых, это хорошо в плане углеродного следа, что оставляет биткоин. Как мы знаем, в Китае много угля, который частично использовался и для майнинга биткоина. Запрещая майнинг в регионах, где электричество обеспечивается углем, Китай уменьшает негативное влияние биткоина на окружающую среду. А это уже на руку развитию более чистым способом добычи биткоина. И это драматически улучшает экологическое дружелюбие сети биткоина. Так что запрет майнинга в Китае мы должны чуть ли не праздновать. Что же касается безопасности. Сделает ли это сеть биткоина менее защищенной? Не совсем. С таким хешрейтом сеть биткоина и так уже чрезмерно защищена. Даже если хешрейт упадет на 50-80%, сеть все еще будет защищенной. Худшее, что может произойти, если хешрейт обвалится из-за Китая, Это замедление скорости сети на неделю-другую. Вот и все. Так что это хорошо с точки зрения влияния биткоина на климат. Это также уменьшает возможность Китая влиять на биткоин. И это толком не влияет на защищенность сети биткоина. Мне также очень сильно понравился вот этот пост. Давай я переведу его на русский. В нем рассказывается о том, что биткоин с самого начала своего существования постоянно подвергается атакам со стороны некоторых противников. В том числе и Китая. И что? Он все равно существовал. Более того, даже процветал под этим невероятным давлением. Иногда даже от собственных последователей. Биткоин упорно продолжал подниматься в сторону массового принятия. Несмотря на самую злобную и всепроникающую пропаганду, которую когда-либо видели в любой валюте или финансовой системе. Все это время биткоин продолжал расти как в безопасности годовой базы, так и в расширении базовых принципов. Таких как повышение безопасности сети, а также обновление алгоритмов. Учитывая это, мы опять вспоминаем эффект линди, который в принципе нивелирует все эти китайские нападки на биткоин в будущем. Именно поэтому я до сих пор уверен в биткоине и не понимаю людей, которые в нем разочаровались буквально за три месяца. Вы серьезно? Посмотрите историю биткоина. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а меня мотивирует на создание новых видео. Также подписывайся на канал, если ты тут впервые. Здесь мы говорим о криптовалюте каждый день. Подписывайся на телеграм, ссылка на него будет в описании. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok